Промышленное получение графенов, платины из газовой камеры, гамма-лайзер и нанотехнологии. Изобретение Виктора Петрика сегодня оценили химики из Китая. В лаборатории во Всеволожске обсудили новую технологию фильтрации воды. Сильный сорбент способен очистить жидкость, зараженную сибирской язвой и чумой. Несколько лет назад этот эксперимент Петрик проводил совместно с Министерством обороны. Сейчас по новой технологии в России ежемесячно производят по 30 тысяч таких фильтров. Сегодня индийская государственная компания Митком создали технико-экономическое обоснование. Там есть производство фильтров бытовых для населения. И это будут очень дешевые фильтры, но самые эффективные в мире. В лаборатории Виктора Петрика есть и такие изобретения, о которых он не успел рассказать заграничным гостям. Это завод по производству кремния, точнее его модель. В последний раз эту конструкцию запускали две недели назад. Тогда изобретатель за три дня вырастил вот такой кристалл. В ладони помещается, но Виктор Петрик говорит о производстве в промышленных масштабах. Он мечтает о двух тысячах тонн кремния в год. Считает, что это возможно на заводе нового поколения. От производства к применению. Это кремниевая солнечная панель. За рубежом такие пластины устанавливают на крышах частных домов. И больше не платят за электричество. Солнечная энергия поглощается и превращается в электроэнергию. И все же пока дорого. 75 тысяч долларов за полное оснащение крыши такими панелями. Даже рачительный немец не готов отдать такие деньги за бесплатное электричество. Тем более, что окупится конструкция только через 7 лет. То, что делает Виктор Петрик для нас, очень важно, как и для будущего наших детей. Мы планируем внедрять его технологии в наше производство. И мы обязательно предложим эти проекты нашему правительству. Виктор Петрик уверен, рентабельность технологии можно увеличить в разы, если построить в России его завод по производству кремния. Но для этого еще предстоит найти инвестора. Евгения Малышко, Максим Ефанов, Сергей Бондуров. Новости. Санкт-Петербург.